Федор Михайлович Смолов родился 9 февраля 1990 года в городе Саратов, Россия. Он рос на окраине города. Район, в котором жила семья, считался криминальным. Подобное обстоятельство заставляло родителей поразмыслить над способами и методами защиты сына от негативного влияния улицы. В 7 лет отец отвел будущего спортсмена в футбольную секцию «Сокола». Кстати, мальчик болел вовсе не за клуб из родного города. Симпатия Федора были на стороне столичного локомотива, ведь именно в состав железнодорожников он мечтал попасть. В 14 лет юный футболист даже приезжал на просмотр в клуб. Вскоре Смолов-старший начал настаивать, чтобы сын завязывал с футболом. Тогда подросток попросил отца позволить пройти последний просмотр, заявив, что если ничего не получится, то он уйдет из спорта. Подмосковный мастер Сатурн из Егорьевска с удовольствием принял в Академию клуба перспективного юношу, и Федор продолжил развиваться в любимом виде спорта. В 16-летнем возрасте Смолов заключил первый профессиональный контракт с московским «Динамо». Через год форвард уже дебютировал в премьер-лиге против луча энергии из Владивостока, а на следующий год забил первый официальный гол в ворота Самарского клуба «Крылья Советов». В 2010 году руководство «Динамо» решило, что Смолову необходима постоянная игровая практика. Игрока отдавали в аренду в голландский Феенаорт, Махачкалинский Анжи и Екатеринбургский Урал. Как признается сам футболист, до командировки в Нидерланды он еще не окунулся в футбол на 100%, тратил время на постороннее увлечение. А первая аренда позволила пересмотреть приоритеты и стать профессионалом. В каждом из этих ФК Смолов был на хорошем счету, а фанаты Урала дважды называли форварда лучшим футболистом команды. Санжи-спортсмен повторил свое достижение в чемпионате, завоевал, как и ранее с «Динамо», бронзовые медали. Летом 2015 года у Федора истек срок аренды в Екатеринбургском клубе, а также контракт с московским «Динамо». Новое соглашение Смолов и руководство московского коллектива решили не подписывать. На правах свободного агента Смолов перешел в Краснодар. Форвард быстро стал ключевым игроком клуба, наступил прорыв в спортивной биографии. Футболист стал регулярно забивать голы в домашнем первенстве и в Еврокубках. Благодаря Федору Краснодар нанес первое в сезоне поражение будущему чемпиону, московскому ЦСКА, также на счету игрока хэт-трик в матче с крыльями советов и покер, четыре мяча за матч, в ворота Урала, своей бывшей команды. Подобную результативность Смолова эксперты связывают с физическими данными, рост – 187 см, вес – 80 кг, футболиста. Нападающий обладает хорошей скоростью, но лучше всего способен выбрать правильную позицию на поле при реализации голевых моментов. В России, кроме Смолова, только один футболист в сезоне 2015 дробь 2016 забивал три мяча за игру – Спартак Гогниев. Подобный результат позволил молодому спортсмену впервые в карьере стать лучшим бомбардиром российского первенства. Болельщики надеялись, что нападающий сможет помочь сборной на чемпионате Европы во Франции, проводившемся в 2016 году, но этого не случилось. В сезоне 2016 дробь 2017 форвард опередил конкурентов, заняв первое место среди лучших голеодоров чемпионата. На счету Смолова 18 забитых мячей в турнире. Нападающий уже не скрывал, что хотел бы поучаствовать в сильном европейском первенстве. Известно, что переговоры о приобретении российского игрока велись с дортмундской Боруссией, но обсуждение трансфера провалилось. Сам футболист заявил, что сильно расстроился результатом переговоров. Ближе к переходу в другой клуб был этой зимой. Долго ждал перехода в Боруссию, все трансферное окно шли переговоры. Сильно расстроился, когда не получилось, отметил Смолов. По слухам, петербургский «Зенит» готов был отдать Александра Кокорина либо Артему Дзюбу в обмен на горожанина. Однако позднее предположение опроверг менеджмент сине-бело-голубых. Наиболее вероятным считался переход в московский «Спартак», но в этом сомневался Федор, приводил слова владельца, что клуб его не отпустит. Поговаривали, что на руководство Краснодара вышли китайские ФК, которые предлагали футболисту заработную плату в 10 миллионов евро за сезон. По словам Смолова, подобное предложение его не заинтересовало, поскольку при таком варианте вероятность в будущем попасть в Европу сводится практически к нулю. Однажды Федор признался в интервью, что играет в футбол не из-за денег, а поскольку не представляет жизни без игры. Отказавшись от предложения из Китая, Смолов упустил шанс заработать крупную сумму средств, но завоевал поддержку болельщиков. «Моя цель – играть на самом высоком уровне, выиграть какой-нибудь европейский топ-чемпионат. Стремлюсь попробовать силы там. Мечта у меня другая, хочу выиграть Лигу чемпионов в составе Милана». С 7 лет более за эту команду, признался российский форвард. По окончании Мундиаля Смолов перешел в московский локомотив. Чтобы облегчить процедуру подписания нового соглашения, футболист по требованию Краснодара отказался от бонуса в 10% от суммы трансфера в 9 миллионов евро, который по контракту обязан был выплатить клуб, и в целом на переговорах вел себя, по словам президента железнодорожников, очень конструктивно. В локомотиве Смолов получил майку под номером 9 и зарплату ниже, чем в Краснодаре. Однако в составе красно-зеленых забил шесть голов и сделал две результативные передачи, а главное – завоевал Кубок России, серебряную медаль чемпионата страны и прошел в Лигу чемпионов сезона 2019-2020. 30 января 2020 года спортсмен на правах аренды перешел в сельту, где играл до лета 2020 года. В составе небесно-голубых футболист участвовал в 14 матчах Ла Лиги 19 дробь 20, добавив в копилку команды два гола в ворота команд Реал Мадрид и Барселона. Последние матчи в чемпионате Испании нападающий пропустил из-за травмы. В конце сезона сельта не стала выкупать право, и 29 июля игрок вернулся в Локомотив. В сезоне 2020-2021 Федор принял участие в играх Кубка России, где забил четыре гола и получил звание лучшего бомбардира Кубка. В матчах Лиги чемпионов UEFA и Суперкубка России футболист не отличился, а на РПЛ в статистику спортсмена добавилось семь голов. Зимой, 2022 года Федор расторг контракт с Лока и вернулся в Динамо. Такое решение вызвало недоумение, ведь футболист согласился на зарплату вдвое ниже, чем получал в рядах железнодорожников. Высказывались предположения, что именно под наставничеством Сандра Шварца Смолов надеялся вернуть былую форму. Объективно за прошедший сезон нападающий не мог похвастаться хорошей статистикой, журналисты говорили о потере былой результативности. В составе бело-голубых, форвард стал демонстрировать неплохие показатели. Летом он отметился дублем на матче с торпедо и повторил успех на встрече с факелом. Осенью того же года спортсмен поразил ворота бывшей команды. К слову, гол локомотиву стал сотым для Федора в рамках национального первенства. На ЧМ-2018 Смолов рассматривался как основной нападающей сборной России. Команда Станислава Черчесова выиграла в матче открытие у Саудовской Аравии со счетом 50, далее последовала победа над Египтом, 31. Несмотря на проигрыш Уругваю, россияне обеспечили себе выход в одном дробь 8 финала, чего не было уже много лет. Соперники в одном дробь 8 России достались титулованные сборная Испании. Испанцы на протяжении всего матча оказывали прессинг, но защита российской сборной стояла насмерть. Встреча Россия-Испания закончилась в Сирии после матчевых пенальти, в которой мастерство Игоря Акинфиева оказалось на порядок выше Давида Дехья. Впервые в своей истории Россия вышла в одном дробь 4 финала ЧМ, поклонники россиян с нетерпением ждали игру с хорватами. Денис Черышев вывел команду вперед ударом в девятку, хорваты ответили двумя голами, и только удар головой Марио Фернандеса вывел россиян в послемочевые пенальти, где Хорватия оказалась сильнее. К сожалению, первый удар, который доверили Смолову, вратарь хорватов отразил. Федор попытался оправдаться перед фанатами за неудачную игру, но только больше их разозлил. В ответ футболист получил шквал гневных, а порой оскорбительных и нецензурных комментариев. В защиту игрока выступили публичные личности вроде Ксении Собчак и Данилы Козловского. Смолов воспользовался возможностью еще раз извиниться перед страной в шоу «Осторожно, Собчак!» за неудачные пенальти и признался, что манера исполнения того удара была вызвана нежеланием покрасоваться, а неуверенностью в собственных силах и лихорадочным поиском ответа на вопрос «Куда бить?». Вот только после домашнего чемпионата Мирослава повернулась к Федору другой стороной. Смолова сделали главным виновником провала сборной, устроили в сети настоящую травлю, вынудив временно закрыть комментарии в Инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации Мэтта, которая признана в РФ экстремистской. Фото, на котором он сидит на поле, а в глазах слезы облетели все издания. Да, на Мундиале футболист выступил ниже собственных ожиданий и разрушил надежды фанатов, но и у великих бывали провалы. В 2019 году футболист принял участие в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу минус 2020 в матчах со сборными Бельгии, 13, и Сан-Марина, 90, забил два гола. ЧМ из-за пандемии коронавируса был перенесен с 2020 года на 2021. Сам Федор в турнире участия не принял. В августе 2021 Валерий Карпин, сменивший Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России, вызвал Федора на отборочные матчи ЧМ-2022. Правда, на сам Мундиаль национальная команда не поехала, поскольку российская сборная не была допущена к участию решением ФИФА. Помимо верифицированной страницы в Инстаграме, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской, у футболиста есть аккаунт в сети Аскфм, где он общается с фанатами общеизвестная страсть Смолова, дорогие автомобили. В 2017 он приобрел за 12 миллионов рублей Porsche 911 Turbo S. На дорогах Краснодара футболисты видели за рулем Mercedes S63 AMG и Lamborghini Aventador. Последних машин выпущено всего 4000 экземпляров, в числе владельцев, сплошь знаменитости, например, Floyd Mayweiser и Kanye West, а стоимость превышает 35 миллионов рублей. Но сам Федор категорически отрицал, что эксклюзивное авто – его собственность. В августе 2018 года Смолов стал виновником ДТП на своем BMW M5. Футболист скрылся с места аварии, поскольку, как он сам объяснил, у него были просрочены права. В результате происшествия никто не пострадал, а спортсмен на год лишился прав вождения автомобилем. В 2012 году на дне рождения футболиста Юрия Жиркова-Смолов познакомился с телеведущей и фотомоделью Викторией Лопыревой. Девушка в 2003-м завоевала титул Мисс Россия. Виктория на 7 лет старше молодого человека, но это не помешало возникновению серьезных романтических отношений. Через полгода мужчина предложил избраннице стать его женой. В декабре 2013 года пара сыграла свадьбу на Мальдивах. Федор и Виктория прожили вместе два года, после чего расстались. Так как по российским законам они не считались официально женатыми, то и процедура развода не понадобилась. В прессе сообщалось, что спортсмена связывали отношения с фотомоделью по имени Миранда Шеллия, но в июле 2016 года пара прекратила общение. Интересно, что Миранду часто сравнивают с Ириной Шейк, другой эффектной моделью, которая была возлюбленной футболиста Криштиану Роналду. Осенью 2016 в российских СМИ появлялась информация о том, что Смолов встречался с победительницей конкурса «Красоты Мисс Россия-2015» Софией Никитчук. Позже сама модель подтвердила роман с российским футболистом. Зимой 2017 пресса сообщила о новом романе спортсмена. На Карибских островах Федор познакомился с Юлией Левченко, финансистом по образованию и моделью по роду деятельности. Кроме этого, в родном Ростове девушка занимала пост директора издательства «Глянцевого журнала». Но если Смолов и вынашивал мечту о полноценной семье с детьми, то реализовать ее в этот раз опять не удалось. Не прошло и года, как пара разошлась. Футболист, как и прежде, ничего не комментировал, а Юлия опубликовала в соцсетях пост на тему, что все в жизни имеет тенденцию заканчиваться. В 2019 году стало известно об отношениях спортсмена и Марии Юмышевой. Эта новость вызвала недовольство фанатов, поскольку на тот момент внучке Бориса Ельцина было 17 лет. Влюбленные никаких официальных комментариев не давали, но наличие романа подтвердила пиар-агент Смолова Елена Болотова в эфире YouTube-шоу «Конев». Вскоре и Мария перестала скрывать отношения с футболистом, выставляя в социальных сетях совместные фото с возлюбленным. А в начале зимы 2022-го подписчики заметили, что внучка первого президента РФ удалила все снимки, что было расценено как вероятное расставание с Федором. Оба не комментировали разрыв. Сразу заговорили о новой возможной избраннице спортсмена. Пресса указала на Виолетту Тюркину, которая в 2018 году завоевала титул вице-мисс Россия. В мае 2023 года футболист вновь дал повод говорить о его личной жизни. Слухи о романе с блогером Кариной Истоминой велись на уровне предположений. Однако выставленное в личном блоге совместное фото стало для подписчиков своеобразным подтверждением отношений.